Дорогие северяне, в этот благознаменитый день Великого Торжества Веры Христовой, праздник Рождества Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, пришедшего во младенчестве в Вифлеемский вертеп для того, чтобы осветить сердца человеческие. И от всего сердца, от всей души поздравляю всех с великим торжеством веры, с праздником пришествия на нашу грешную землю, божественной любви и исполнения чаяния пророков от времен Адама. Этот праздник воистину велик, воистину мы слышим ангельское ликование. Все храмы православной Руси от океана до океана исполняются этой великой радости. И нет ни одной семьи, где бы торжество, благое вести о родшемся Спасителе не растворило человеческой жизни от рады и утешениям, радостью, божественной любви, которая осеняет нас и доставляет настоящую жизнь нашим сердцам. Россия переживает непростое время, потому что это время преодоления трудностей. Но мы с Божьей помощью преодолеем все испытания. Россия возрождается к вере, животворной, апостольской, святой и православной. И все больше и больше людей приходят в наши храмы, чтобы восчувствовать силу молитвы, велию, благочестие, тайну, приять свои сердца, приникнуть к источникам пресносущной жизни, которые откровения мы все испытываем в этот торжественный праздничный день. В эту благословенную ночь Рождества Христова исполняется ликованием вся православная Русь. Слава Вышних Богу и на земли мир, в человеческих благоволение. Когда-то в нашей стране эти слова были претверены в иное словосочетание – люди доброй воли. Эти люди доброй воли есть мы, христиане. Православный народ, созижденный верой и в истоках своей государственности, имеющий эту неодолимую силу, которая и сейчас помогает нам преодолеть все испытания на нашем историческом пути. Мы обретаем подлинно духовное единство в нашей вере, в нашем предназначении, в нашем уповании. Мы сейчас с особой силой понимаем, какое это сокровище – мир. И мир Божий осеняет наши сердца и дает отраду, и дает надежду, и исполняет нас уверенности в завтрашнем дне. Вся история и христианской церкви, и человеческого рода свидетельствует о том, что этот мир, мир Божий, неотъемлем, потому что податель и источник его есть сам Господь. В эти торжественные дни Рождества Христова, святок, я поздравляю всех северян, всех жителей моей самой северной епархии, простирающейся так далеко на север, вплоть до заснеженных, всегда покрытых вековыми и тысячелетними льдами архипелагов Новая Земля и земля Франца Иосифа, где сейчас созидается арктический форпост России. Поздравляю всех вас с великим праздником, желаю этого мира, радости о Христе, желаю счастья, любви ближних, приближения к Богу и изменения к лучшему, мы все призваны к этому, желаю прежде всего и более всего помощи Божией на наших, всегда непростых, в истории русской, путях бытия и каждой человеческой души, ищущей Бога и нашего Отечества, несмотря ни на что, возрождающейся к жизни вере. Желаю всяческих благ, желаю приумножения добра, творения добрых дел, желаю взаимной любви, которую осенила в этот праздник неиссякаемая и священная, и святая любовь Христова, пришедшая к нам на землю в этом ангельском известии слава Вышне Богу и на земле мир в человеческих благоводения. Желаю, чтобы каждому путь его жизненный нетварным светом указывала Вифлеемская звезда и путеводила к настоящему смыслу человеческой жизни, который заключается в Боге, во Христе. С праздником Божьей помощи, с Рождеством Христовым! Субтитры создавал DimaTorzok